Приветствую всех вас, мои дорогие друзья, на просторах моего YouTube-канала Криптоледи. Сегодня я подготовила для вас дайджест новостей, которые произошли на этой неделе. В этом дайджесте вы узнаете, что стало с крипторынком после покушения на Трампа, когда состоится официальный запуск эфириума ETF фондов и сколько еще осталось до старта альтсезона в крипте. И первая новость, с которой я хочу начать этот дайджест, связана с довольно масштабным событием, а именно покушением на бывшего президента Дональда Трампа. Как вы знаете, на этой неделе Трамп получил ранение в ходе своего выступления перед общественностью. Данный инцидент повлияло не только на внутреннюю политику страны, но и на ее все криптопространство. В результате этого происшествия биткоин отреагировал неплохим ростом. Также начали давать крупные иксы и мем-токены, запущенные в качестве поддержки Трампа. Сейчас фанаты бывшего президента активно просят его о запуске своей очередной NFT коллекции. На полученный запрос Трамп уже дал согласие и начал подготовку выпуска своей четвертой коллекции. Если брать во внимание то, как интенсивно проходили продажи предыдущих коллекций, и тот факт, что в среднем рост этих NFT составлял минимум 400%, можно предположить, что новую коллекцию ждет схожий успех. Вторая новость также не менее масштабная и связана с происходящим процессом по одобрению спотовых ETF фондов на Ethereum. Ранее регуляторы SEC уже дали согласие на запуск фондов, и сейчас было дано официальное подтверждение о запуске для фондов Grayscale и ProShares. Листинг Ethereum-деривативов должен произойти уже в ближайшее время, однако вот возможность самой торговли станет доступна немного позже, когда регуляторы утвердят все необходимые фонды для торговли Ethereum-ATF. На сегодняшний день многие аналитики сходятся во мнении, что старт бычьего ралли в крипте состоится сразу после полноценного запуска этих ETF-фондов. Наверняка вы также интересуетесь способами безопасного инвестирования в криптовалюту. Пока возможность работы с ETF-фондами недоступна, сообществу приходится искать альтернативные инструменты для безрискованных инвестиций. Специально для вас я хочу поделиться одним из таких продуктов, который всего за месяц сможет увеличить ваш банк с 200 долларов до 1000 долларов. Конечно, заработать можно и больше, все зависит от вашего инвестиционного бюджета. Продукт называется CryptoMarket Scanner. Это программное обеспечение для мониторинга курсов активов на разных обменниках. Благодаря своим технологиям проект CMS может подбирать выгодные связки в обменниках, где цена на те или иные токены отличается на несколько процентов. Благодаря данным из этого сервиса мы можем покупать и продавать криптовалюту на разных обменниках и зарабатывать на разнице курсов. Всеми данными о курсах проект делится в своем закрытом телеграм-канале. И, кстати, для вас у меня есть специальный промокод, который даст вам возможность находиться в канале бесплатно в течение 30 дней. Найти промокод, а также ознакомиться со всеми услугами сервиса и перейти в его закрытый чат вы сможете в описании под этим роликом. Следующая новость также связана с ETF-фондами, но уже для биткоина. Дело в том, что за последнюю неделю общий приток средств фонда составил 320 миллионов долларов, что является рекордом по общей сумме привлеченных средств фонды. Ведущими фондами, инвестирующими в ETF, стали IBIT от компании BlackRock, FBTC от Fidelity, а также фонд BITB от компании Between Asset Management. Помимо этих фондов неплохо показали себя и несколько других финансовых организаций. Вероятно, такой рекордный приток говорит нам о том, что биткоин может находиться на наиболее низких позициях, откуда в ближайшем будущем начнется очередной крупный рост. Еще одним доказательством тому, что крипторынок уже близок к своему локальному дну, являются данные индекса страха и жадности. На этой неделе данный индекс опустился до отметки в 25 пунктов, а именно до зоны экстремального страха. На этих позициях инвесторы чаще продают криптовалюту, чем покупают ее. Этот фактор также стоит учитывать перед покупкой криптовалют. Ведь, как вы наверняка знаете, рост рынка начинается именно после того, как из активов выходят слабые руки, что и происходит прямо сейчас. Подводя итоги, можно сказать, что рынок все больше устремлен на начало альтсезона. С этим также согласны и аналитики из Диппин Морган, которые уверяют начало очередной бычьей стадии рынка уже в августе этого года. По их мнению, уже в следующем месяце биткоин сможет продемонстрировать неплохой рост и, возможно, вслед за ним вверх пойдут и многие другие криптовалюты. А что по этому поводу думаете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до своего следующего видео. А пока не забывайте подписываться на мой YouTube и Telegram канал, чтобы всегда оставаться в курсе новых публикаций. Отличного всем дня, удачи и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok